Книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Глава двадцать первая. Гопи очарованы звуками флейты. В обитель пастухов и коров. Его планета в духовном мире называется Го Локан, планета коров, планета пастухов, и он известен как Гопал, Говинда. Го означает чувство, Го означает коровы, но в этом земном вриндаване, как только Кришна появился там, демоны сразу стали нападать на него. Написывается, уже был Каламбарсура, Тринаварта, Путана, Акхасура, лесной пожар, в общем, были какие-то несчастья, какие-то просто катаклизмы. Описывались. Кришна побеждал, побеждал. И теперь в этой главе описывается нечто удивительное. Это все было как бы прелюдия его явления во Вриндаване, вот эти все ненастья, змейкали и прочие, все эти беспокойства. И постепенно жители Вриндавана, они обрели твердую убежденность в том, что Кришна не победит. И сколько всего было, они это обсуждали, сколько всего было. Нет, это не обычный ребенок, нет, его невозможно победить. Каков же уровень его добродетели, очень трудно понять. Даже в младенчестве великие сильнейшие демоны не могли его одолеть. Конечно, благодаря какой-то высокой добродетели, сверхвысокой добродетели. И, то есть, они ожидали бесстрашие с Кришной, в виде его подвиги. Описывали его эти деяния, они разговаривали постоянно об этом. Они были погружены в эти все истории. И с утра до ночи, и всегда были какие-то новые события еще. Которые подтверждали могущество Кришны, его превосходство. Кришна, бывая демонов, не выглядел каким-то обеспокоенным, что тут как-то тяжело живется, знаете, слишком много проблем, что же делать. Никогда к этому не обращался. Он был источником блаженства и счастья жителей Вриндавана. Как Павпада, который остался исконный, там было много проблем в начале. Но он никогда никому не жаловался, что в Исконе так много проблем, что делать. Вот я создал Искон, никто не знает, что с ним делать. Ученики еще не понимают, они тут ссорятся постоянно, они тут что только не творят вообще. Демонов полно вообще, может быть, зря мы это начали, а? Может быть, как-то тихонько сидеть где-нибудь в Вриндаване. Нет, Пупада излучала сюда сияние блаженством в сознании Кришны. В том самом сознании Кришны, в котором находится сам Господь. Но здесь открывается в этой главе нечто интересное, еще в предыдущей главе, описание осени. Тут какая-то начинает проявляться красота на фоне этого бесстрашия, когда беспокойство уходит, начинаем замечать, как прекрасна духовная жизнь оказывается, как она равновешена. Такое равновесие мы никогда не испытывали в уме и в чувствах. На самом деле можно жить без тревог, даже в этом мире тревожном, если мы в сознании Кришны. И вот если погрузиться в эти лилы, в это настроение Кришны безмятежное, и еще описание осени, прекрасная топора, где Кришна и Балрама наслаждаются этим Вриндаваном осенним, немного поэзии возвышенной. Это сопровождает их как бы бытие, это поэзия, это возвышенная красота. Но в этой главе, здесь короткая глава описывается, как гопи слушают Лейту Кришны. То есть надо еще и услышать. Для этого нужно очень быть уравновешенным человеком, чтобы услышать Лейту Кришны. И Кришна говорит, что он есть безмолвие вечности. Безмолвие. Вот в безмолвии ума и чула практики, что мы уж и вот наш ум просто бунтует и противоречит, и мы не можем слушать это все. Мы ничего не слышим. Пока ум не успокоится, пока мне разумеет смирение, достаточное почтение, уважение, что бы там ни было, уважение, мы не услышим друг друга. Нужна тишина внутри. Все эти звуки внутренние, они самые отвратительные помехи на самом деле. Кто-то что-то говорит, тоже нам мешает слушать что-то. Бывает, но самый вот этот назойливый, отвратительный голос, это голос Анкары, ложного эго внутри. Голос ума гордого. Он все переворачивает на свой лад, и он всегда что-то делает, и он не слышит, не хочет, отказывается от этого всего. И нужно услышать Халейту Кришны. Но мы уже как бы с самого начала понимаем, что Халейта Кришны — это духовный звук. Апракрита эти звуки называются. Пракрита, Апракрита. Например, Харькиришна, мантра — это звук Апракрита. Апарапракрити и парапракрити. Парапракрити — это надпракрити. И есть противоположное. Есть Апарапракрити. Есть низшая какая-то энергия. Низшие элементы материальные, и там есть также свое взаимодействие. Звук — один из элементов материальной природы. Но изначально исходит звук из духовной вибрации. Вот что это за звук был вначале? Ну, говорят, что это за звук был вначале? Ну, говорят, что звук был Медлит Бо. Умел совсем другую природу. Затем постепенно из этого звука уже комбинировались материальные элементы. Это тонкий, как бы, закон физики. Но это можно изучить. При необходимости можно углубиться и изучить эту тему. Хорошо. Раскрыть ее научно. Как этот звук преломляется, и в конце концов наступает трансформация. Ну, и мы хотим услышать тот изначальный звук. И изначальный звук — это как раз звук флейты. О чем здесь речь идет? Причем здесь говорится, что гопи были очарованы этим звуком. Очарованы этим звуком. Очарование гопи. Духовное тело очаровано. Материальное тело, ну, не может быть так быть плащенным. Очаровано. Материальное тело, ну, не может быть так быть поглощенным. Очарованию. Или какому-то глубокому чувству. Потому что материальное тело — лишь поверхность души. Это не может быть очень глубоким. В духовном теле можно осознать всю глубину звуков флейты Кришны. Его природы также. Его имени. Его славы, качества, удивительность. Это называется очарование. То, что заполняет наш ум, разум, чувство, все сознание. Когда человек очарован чем-то, то он автоматически контролирует чувства. Если он влюблен, скажем, юношу в какую-то девушку, он уже не смотрит на других девушек. Абсолютно спокойно к этому относится. Не возбуждают они. Это сила очарования. Как любовь владает такой силой. Поэтому если гопи очарованы Кришной, понятно, они полностью контролируют свои чувства. Итак, глава 21. С приходом осени реки и озера стали кристально чистыми и покрылись благоуханными лотосами. Дул легкий ветер, наполняя воздух приятной прохладой. В эту чудесную пору Кришна и его друзья, пастушки, вместе с коровами облюбовали лес Приндавана. Кришне очень понравилось в этом лесу, где вокруг распустившихся цветов радостно гудили пчевы. У птиц и растений был очень счастливый вид. Когда Кришны, которые вместе сошли Баларамой и другими пастушками, присматривал за коровами, приходил туда и начинал играть на своей божественной флейте. Счастливый вид, когда они слушали флейту. Услышав ее звуки, гопи во Вриндаване вспоминали о Кришне и переговаривали между собой, восхищаясь его игрой. Написывая чудесные звуки его флейты, гопи вспоминали о своих встречах с Кришной. Это приводило их в такое волнение, что они едва могли говорить. вострогаясь звуками божественной флейты, они вспоминали и о том, где Кришна? Словно актер, танцующий на сцене, он носит на голове павлине перо, а за ушами голубые цветы. На нем яркие, золотисто-желтые одежды и гирлянда ваджаянти. В этом великолепном наряде Кришна играет на флейте, наполняя ее отверстия нектаром своих уст. А гопи вспоминали о Кришне, входящем в лес Вриндавана, вечно славный тем, что Кришна и его друзья слушают звук флейты, и у них всплывает автоматический его образ, медитация на Кришну, усиливается медитация. Поэтому Кришна играет на флейте, чтобы усилить их привязанность и любовь к нему. Он играет для гопи, на самом деле. Для всех, кто слышит его. Особенно для гопи играет. Почему эти звуки такие слухи и потом именно значат? Удивительная вещь. Есть ценные вещи в мире, но нам не предназначены. У нас проблема, когда смотри ценные вещи, мы завидуем. Но если какая-то ценная вещь, предназначена для нас, представьте, мы испытываем просто ликование. Это мне! Правда! Я еще учился в школе, я просто испытываю просто ликование. Это мне! Правда! Я еще учился в школе, я просто бредил ластами. Подводным плаванием. Если у меня будут ласты, я буду абсолютно счастлив. Мне больше ничего не нужно будет. Это юношеские годы, естественно. Это паранойя. Паранойя юности. Такая сильная вот эта страсть. Это вот юные годы такие. Я всегда клянчил у родителей купить ластами, но они отказывались. Что я только не делал, я их и клеил там из каких-то камер, там пытался, ничего не получалось. В общем, пытался изобрести. В общем, у меня была большая проблема в жизни, трагедия в жизни. У меня не было ласт, понимаете, как я мог жить дальше. И вот на день рождения мои друзья принесли мне ласты. Это было очень дорого по тем временам. Я был в шоке вообще, помню. Я был в полном шоке. Я думал, это самые лучшие друзья на свете вообще. Моя жизнь успешно теперь удалась. У меня есть ласты. У меня даже слов не было, чтобы выразить, как вот отблагодарить теперь своих друзей. Я не знаю, вот как теперь отблагодарить за ласты. Это предназначалось мне, понимаете. Я их, конечно, только в магазине не видел и завидовал. А тут их мне лично принесли эти ласты. Человек мечтает о бессмертии, о знании, о счастье. Но они, похоже, не предназначены в этом мире. Это вызывает протест, когда мы говорим, что кто-то может жить долго, бессмертно, мы завидуем. Кто-то больше знает, у нас тоже проблемы, что мы глупые в отношении с этим человеком. Кто-то очень счастлив, у нас тоже куча проблем. Мы тоже начинаем нервать, имитать, как это счастье произвести, как престиж в обществе, как показать свою ученость, как стать здоровым и сильным, здоровым и сильным. Сильнейшая конкуренция. Но Кришна играет на флейте, и все это знание вечности блаженства предназначено становится для тех, кто слышит. Нет предела этому ликованию, когда гопи слушает флейту Кришту. Они погружаются в вечность. Они погружаются в вечность. То есть никогда, собственно, они из нее не выходят благодаря этим звукам. И не собираются выходить. Если им предложить персональное брамаджути, вы что, с ума сошли? Какое брамаджути? Вы что, меня в ад хотите? Какое освобождение там? Безличное. Проклятие получим от гопи. Если предложим такую вещь. Если вы сгодки едите в ад, там флейта Кришна, они с удовольствием пойдут. Общение, пройдет внимание на слово в ад, они с удовольствием. Флейта Кришна туда идем, а нам не пищи безразницы. Разницы никакой нет между адам и райом. А с цветами флейта Кришна никогда не покидают. Они очарованы. Мы на какое-то время тоже знаем, что такое очарование, влюбленность, чувства есть у нас. Мы и живем так. Как же без чувств? Надо кого-то любить. Надо с кем-то дружить. Как же без чувств? Надо кого-то любить. Надо с кем-то дружить. Значит, как жизнь? Стать полноценов на раз какая-то. И в нашей жизни друзья, родственники, они служат нам какой-то опорой. Но дело в том, что мы их не знаем толком. Что это материальная опора. На этом столе стоит компьютер. Вот опоры. Неинтересно даже знать, что там как-то устроено, докопаться в этом всем. Грубый пример совершенно. И вот так же в материальном мире мы пользуемся дружбой, любовью и родственными отношениями и связями. Пока меня поддерживают, я этим пользуюсь. Не поддерживают. Я забываю об этом. Я ищу другую поддержку. Этот стол держит предметы. Вот все, что мне нужно. Он сам не знает об этом. Он не знает о том, что он твердый, что он имеет какую-то форму, конструкцию. Он не обладает сознанием. Но я обладаю сознанием и вижу его функции. Неким образом ощущаю эти функции, потому что я иначе не буду пользоваться. Я понимаю, вот я трогаю. Стол твердый. Все, я понимаю, как теперь его использовать. Мне чувство осязания и ум дали мне оценку. Все, я знаю этот предмет, его функции. И так же эти чувства мы прикасаемся к друзьям, к родственникам, к каким-то здесь существам. Они дают информацию, как это, качево, а это мой друг. А это, простите, это мой враг. Чувство мне говорят об этом. Я для кого-то друг или враг в этом мире обязательно. Двойственница. Это материальная природа. Кому я полезен, я буду другом, кому я не полезен, я не нужен тому человеку. По сути, мы не нужны друг другу, мы лишь только на какое-то время. В материальном смысле, видите, какая картина сложная. Но неприятная картина, вообще даже об этом говорить неприятно. Что вот мы вот так живем в материальном мире. Но это каждый так живет. Также эти кости этого тела, это тоже те же самые теле, из-за чего стол состоит. То же самое. Тоже твердые, я ими пользуюсь. Я их так и знаю. Но сами кости, понятия не имею, это об этом. Вот чем проблема. В духовном теле нет разницы между умом, телом, кожей, осязанием. Разницы никакой нет. Здесь есть разница. Мы отдаем предпочтение уму, а не кожи. Изучение мира кожи не очень научно, недостаточно. Но если вы в сознании Кришны, вы кожей можете осознавать Кришну. А обоняние осознавать Кришну можете. Говорится, что один из видов преданного служения, который совершал Махаджамбариша, сейчас очень удивительно. прикасался к телам преданных. Достаточно, чтобы быть в сознании Кришны. Чистых преданных. Ну, невольно это происходит. Когда мы вместе общаемся, где-то вместе садимся, принимать просад, или хлопнуем по плечу, мы касаемся друг друга. это экстаз. Касание может быть полноценным, видите, если духовно. Нет, разница между умом и касанием, но здесь у нас голова за все отвечает, видите, отдельный предмет. Набалдажник с какими-то отверстиями. мы говорим, вот это и есть лицо человека. На лицо спецназа, на его уши, на его нос, на его глаза и так далее. Вот там все увидите. Нет, он отождествляет себя не только с этим лицом, но и со всеми элементами тела отождествляет себя, но не знает об этом. Функционально, как мы это не знаем, функционально стол используем. Функционально используем тело, даже не знаем, как оно, слишком сложно оно устроено, мы не знаем. Врачи изучают, конечно, но до сих пор не знают, мы не знаем. Врачи изучают, конечно, но до сих пор не знают толком. Это сложно. Чтобы сделать тело абсолютно здоровым, нужно всю эту микроструктуру его знать, понимаете, все эти соединения атомов, молекул, ДНК, РНК, их функции и взаимодействия, еще управлять им. Это невозможно. Это невозможно. Поэтому до какой-то степени, даже функционально, мы знаем, что печень работает так, желудок работает так, кости твердые, кровь жидкая, есть еще там другие секреции и так далее. Мы как-то изучили, какой обмен еще сложный, как-то, не больше этого. Воссоздать ее никто не сможет никогда. В сочности. Невозможно. А кто-то создает такие вещи в заграничных количествах, сверхдуша, допустим, и дает напрокат, душам выдает. Эти временные тела, они постоянно меняются, заново создает, и заново создает, и снова копирует, и снова создает. Без проблем, смотрите, какой механизм работает. Миллиарды, триллионы, мириады живых существ создаются каждую секунду во Вселенной, и каждую секунду умирают. А мы не можем изучить даже одну травинку. Жизнь, можно это положить, так и не понять, как она вообще устроена. Но мы пользуемся этим всем. Но когда мы услышим звук свирели Кришны, мы сможем понять, что организовывает эту материю. Она сама может организовываться благодаря этим звукам. Оказывается, все очень просто. Очарование есть. Этот момент никто не изучает из ученых. Есть элемент очарования, который описывается здесь. Без него творение невозможно. Мы тоже в этом мире живем только потому, что здесь есть какая-то очарование. Единственная причина. Никто бы не хотел находиться в этих костях и слизи, если бы там не было какого-то очарования. И когда мы говорим, там кости, слизь, моча, рекау внутри, все вдрагивают точно. Ну да, 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 да. Главное вот не это. Главное очарование. Если помыть его хорошо, причесать хорошо, одеть в очаровательном будет. Вот что нас привлекает. А там внутри не видно ничего, простите, мы это не показываем. В туалет мы ходим, вовеночицу, никому не показывают. Что там, мы оставляем. Скажут, это не я, нет, кто-то угодно. У меня такого нет, в принципе, не может быть. меня только через очарование вы должны понять. Вот, Гопи очарован звуками флейты. Кришна, виртуозно играл на флейте. Ее звуки завораживали не только Гопи, но и всех, кто их слышал. Одна Гопи сказала своим подругам, поистине, совершенные глаза тех, кому довелось увидеть, как Кришна и Баларама, играя на флейте, входит в лес и как они вместе с друзьями пасут короб. Вот как они ходят в лес? Целые события, понимаете? Не то, что кто-то пошел в лес, кто-то вышел из леса, никому этого дела не узнает. Ну, кто это будет наблюдать? Кто-то пошел, кто-то вышел. Это огромное событие, когда Кришна входит в лес с Баларамой, играя на флейте. Лес оживает весь. И он как актер на сцене, главный актер причем. А если это главный актер, то все спектакли зависит только от этого образа. Это главный актер. Лес это декорация для актера. Не просто отдельная какая-то декорация, отдельная актер, отдельная тема какая-то. Не-не-не-не, нужно рассматривать в целом. Кришна входит в лес Фриндавана, его лес, его творение, его мастерство там. Безграничное мастерство. И это целое событие, потому что деревья, ляны, птицы, его встречают все. Трава, цветы, ароматы поднимаются, иммуна начинает реагировать на его присутствие. Все, все, все оживает. Живые, подвижные, неподвижные предметы, все начинает оживать. Причем, подвижные живые существа обычно замирает, слушая его звук лейтей, не могут двигаться, как лани, олени, говорится, они как статуэтки становятся, абсолютно неподвижные, не шелохнутся. А камни плавятся, деревья начинают шевелить ветвями. Вот такие вещи начинают происходить. Это лес, это гопи, пытаются представить себя, как это, вот это событие, целое событие, когда Кришна с друзьями, и Баларамы, играя на флейте, входит в лес Вриндавана. Если они просто очарованы звуком флейте издалека, что же там происходит? Гопи, все туда перемещаются умами сразу. Все, все живые существа там. И они еще с коровами при этом. Тот, кто всегда пребывает в духовной медитации, видит Кришну в своем сердце и перед собой, кто вспоминает о том, как Кришна, играя на флейте, вступает в лес Вриндавана. И как он, Кришна, играя на флейте, вступает в лес Вриндавана. И как он вместе с другими пастушками присматривает за коровами. Воистину, достиг совершенства. Все чувства поглощены одним предметом. Гопи говорят, что сосредоточенность на играх Кришны это и есть самое сказанное, что человек всегда поглощенный мыслями о Кришне, величайший из всех йогов. Для кого-то Самадхи есть разные уровни Самадхи и там даже названия отличаются. Сам Парабьята Самадхи а Сам Парабьята Самадхи там, наверное, больше терминов может быть в описании. Самадхи с чего же начинается Самадхи и чем заканчивается. Если человек совершает усилия, чтобы сосредоточиться на духовных объектах, это начало процесса. Усилия совершает. Садхак называется. Это уже начало процесса Самадхи. Уже он может какой-то опыт иметь Самадхи. А есть естественная спонтанная сосредоточенность, как на объекте любви. Это то, что здесь вписывается, то, что касается гопи. Они никаких усилий не совершают. Иногда усилий совершают в обратном направлении. Не хочу слышать это все. Кришна постоянно меня бросает куда-то уходит. А я потом так страдаю в разлуке. А все из-за этой флейты. Не, а давайте ушел к ней вообще. И невозможно ничего. Они не могут. Не в состоянии. Это называется уже спонтанная привязанность уже. Уже как. Сорвни вожделению что-то вот в материальном мире. Но вожделение нужно взять в кавычки гопи. Это вожделение нужно взять в кавычки гопи. Это сродни, но не вожделение. Имеется в виду саматхи. Такая же поглощенность полная. На материальных объектах глупо так полностью предаваться материальным объектам. Это неразумный человек. Должен получить знание духовного учителя. Что же всю свою жизнь вручает какому-то объекту материальному? Полностью погруженный в какой-то материальный объект это ошибка. Серьезная ошибка. Египет это ошибка. Серьезная ошибка. Египет объект саматхи конечно Кришна и он как персональный браман, как параматмы, как бхагаван. Поэтому разные саматхи могут быть. Саматхи погружения в браман, саматхи осознания параматмы что йоги делают и саматхи которые испытывают гопи его варендование когда человек достигает этого личностного погружения в сознание Кришны в служение Кришне то осознание параматмы не привлекает его и браман также он вообще не замечает эти вещи их величие и их он просто не замечает эти вещи вот это называется полная саматхи он даже не замечает браман и даже не ну параматмы оттуда нейтрально вот это саматхи полное погружение только личность Бога он вся его любовь всего чуть направлен только на Кришну только на Кришну а Кришна это распространяет эту любовь этих живых существ как эта любовь распространяется также и между ними это уже через Кришну происходит никто не дает свою любовь личную все связано с Кришной любовь без Кришны не является любовью поэтому полное погружение в любовь Кришне а Кришна уже распределяет эти отношения расы отношения между живыми существами в материальном духовном мире он все это поддерживает и санкционирует положение каждого живого существа и в любом случае любовь нужна как основа либо это вожделение либо это любовь к Богу на которой основан либо материальный мир либо духовный мир и Кришна это также поддерживает и в духовном мире и в материальном мире но при этом он не имеет вождение когда поддерживает материальный мир не имеет привязанности когда поддерживает материальный мир не имеет такой же формы материальной не имеет такого же имени где это условное обозначение он всегда остается в своем духовном изначальном виде в этом очаровательном самоочаровательном виде в этой форме Кришны, которые предназначены для самадхи. Другая гопи сказала, что когда Кришне и Баларама пасут коров, они похожи на актеров, собирающихся выйти на сцену. Кришна в ярко-желтых, Баларама в синих одеждах. Такие яркие контрастные цвета. Синий-желтый противоположный цвет, очень контрастирует, бьет в глаза буквально. Возьмите ярко-синий, рядом ярко-желтый, вы видите, послепление какое-то. И оба они делают в руках побеги мангового дерева. Павлини перей и цветы. Вот им нравятся эти побеги мангового дерева. Они ароматные, такие нежные. Павлини перья они набирают где-то, они сбрасывают для них перья. Букет павлини перьев, букет цветов. Побеги манго, так они выглядят в лесу. На них гирлянды из лотосов. Шествую в окружении друзей, они время от времени сладкими голосами поют. Еще одного опи спросила своих подруг. Отчего Кришна и Баларама так прекрасны? Объясните мне, а? Почему так? Удивительно. Отчаровывайте все. Почему? Другая сказала, дорогие подруги, нельзя даже представить себе, какие благочестивые деяния совершила бамбуковая флейта Кришны. Чтобы сейчас наслаждаться нектарами его уст, который на самом деле принадлежит нам, гопи. То есть гопи могут иметь с ним супружеские отношения. А кто такая-то вот палочка? Бамбук. Бамбук вообще. Дерево. Так гопи размышляют. То есть не завидуют очень. Слушай звуки с фрелей, какая там благодать, они думают, как вот это флейта вообще, как она дотягла такого положения. Кришна прой целует пастушек, и потому только им доступен божественный нектар его губ. Гопи недумевали. Как может флейта, обыкновенный ствол бамбука, не пристанно пить нектарство уст Кришны. Мать и отец этой флейты должны быть счастливы от того, что она служит самому Богу. Служит самому Богу. Вот гопи. Это только гопи могут так смотреть на флейту. Никто другой не видит этого. Никому другому поцелуи не достаются. А гопи сразу на это обращают внимание. Они касаются губ. Они знают, что такое губы Кришны. Это как раз центр всех духовных эстатических эмоций. Интимные отношения с Кришной. Тут какая-то глубокая палка. Удивительно. Удивительно, правда. Матерью деревьев считается вода, рек и озер, питающие деревья. Воды, рек и озер Вриндавана, покрытые распустившимися лотосами, были счастливы, когда думали, как могло случиться, что наш сын, Бабуковый побег, наслаждается нектаром губ Кришны. Бабуковые деревья, росшие по берегам рек и озер, тоже были счастливы от того, что их потомок служит Господу. Так люди, обладающие трансцендентным знанием, радуются, когда видят, что их дети и внуки служат Богу. Преданные радуются, а не вью тревогу. А преданные радуются. Так то можно понять, насколько преданны мы. По отношению к нашим детям. Я-то предан, но тебе... Не-не-не, иди, займись нормальной жизнью. Это я. Это великая жаль, что тебе лучше не становится на этот путь. Переполняемый радостью деревья непрерывно источали мед. И он вытекал из пчелиных сот, висевших на их ветвях. Непрерывно. Из пчелиных сот, висевших на их ветвях. Непрерывно. То есть это деревья переполнены жизненной энергией, силой, радостью, опять же очаровая. Его несчастливы. Короед грызет дерево, допустим. Он вокстаде вообще. Оно же круглые сутки грызет дерево. Я слышал. Грызет. Он вокстаде вообще. Оно же круглые сутки грызет дерево. Я слышал. Грызет. Грызет день и ночь. И ночью грызет, и днем грызет. Но как это же? Попробуйте грызть днем и ночью. он в экстазе вообще не устает никогда быть проедом тоже нужно какую-то раз уметь развить определенную расу до любой живой существует должны испытывать расу вкус к тому что она делает именно вот этот вкус и определяет эти вот формы жизни их местонахождение к пищу их отношения вкус вкус жизни вкус пищи также их физическое ощущение самого себя иначе не будут понимать друг друга когда они грызут они звук создают и дают крык 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 они это постоянно и вот это звука достаточно для общения им у них другой речи нет когда карьер слышит как друга грызет он вдохновляет еще больше встаньте на место карьера сами поймете это тоже медитации нужно знать что природа жизнь одинаково и так мы сможем до какой себе не понимать как бы почему происходит то или иное явление вообще в мире жизни и так эти деревья они были переполнены таким счастьем и и не встречали мед еще одна гопи так говорила подруга о кришне дорогие гопи наш в риндаван возвещает славу всей земли и эта планета будет вечно славится тем что на ней остались следы лотосный стоп сына девоки заметьте между прочим что павлины едва заслышав звуки фликты на которой играют винда начинает танцевать начинают как безумные будто им слышится раскаты грома здесь они упомянули имя сына девоки не сын ешоды гопи они говорят здесь о его величии величии а слава что это слава всей земли всей планеты здесь они его как бы описывают как сына девоки царского происхождения и как будто его величие подчеркивают и так павлины как безумные начинают танцевать когда слышат звуки флейты потому что им слепится тостат и грома в этих звук ведь совсем по-другому как-то странно до сравнение сухлей ты со скатами грома звуки флейты и флейты есть все можно услышать на абсолютно этот звук когда он соприкасается с сердцем преданного то при этом слышит то что он хочет услышать то что для него ближе всего есть все исполнение всех желаний не то что знаете кому-то флейты на резком то гитара нравится кому-то вот такая она все слышит по-разному когда животные растения на вершине холма гвардхана или вдали и видят лягу павлинов не полностью погружается в слушание божественных звук флейты иногда мы так слышим что-то но как что кто-то танцует какие-то звуки звук проявляет как полную силу вдруг мы начнем слышать это мысли мы если мы хотим понять что это за музыка вот я не понимаю эту музыку классическую да вот мне нравится ров больше понять что это за музыка вот я не понимаю эту музыку классическую да вот мне нравится ров больше и там личная аудитория это не птифонический оркестр и просто один этот настрой публики я уже чувствую что это что-то есть дай-ка послушать ну-ка люди не нравится и начинает хопать это подключаются и начинаю чувствовать его да 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 тут нет и москве есть музыка и мои чувства и так поврена усиливает этот экстаз это все начинает увеличивать не угасать и увеличивается звук флейта как вы включает этот духовный механизм отношений какая удача недоступна ни на одной другой планете тяга пи были обыкновенными деревенскими птушками им были известны тайны ведической мудрости ведь они глядя их планетах даже откуда не знали я в деревне видала других планетах кого счастья на других планетах даже нет не такие непростые эти девушки недавно каково влияние физической культуры даже обычные люди и в те времена слушая мудрых наставников постигали высший истинный ветвь дорогие подруги только взгляните на ланьи воскликнула другая гопи даже эти бессловесные животные тянутся к сыну махараджанады кришне их привлекают не только одежды кришны баларамы услышав звуки флейты на которой играет кришна они вместе со своими мужьями спешат выразить голос водопочтения и глядят на него с восхищением и любовью пастушки завидовали льванием поскольку те могли служить кришне вместе со своими мужьями их мужья отнюдь не радовались когда гопи собирались кришне сейчас таки гопи очень много у нас замужних и незамужних родственники не пускают что делать такие вот у нас очень много становится в движении другая гопи сказала дорогие подруги кришна одет так великолепно что кажется будто именно он вдохновляет женщин совершать возможные обряды божественные звуки его флейты зачаровывают даже обитатели райских планет которые вместе со своими супругами путешествуют по небу на воздушных кораблях услышав как кришна играет флейте они приходят смятение их волосы рассыпаются по плечам а тугие пояса ослабевают это значит что звуки божественной флейты были слышны во всех уголках вселенной примечательное то что пастушкам было известно различных душных кораблях летающих по небу откуда они же не читали эту самхиту или описывается виманы и там прочие дела а есть ответ на этот вопрос но секретный от небожителей от небожителей которые навещали и подсматривали забриндаван иногда их видели как однажды помните когда индра и кришна поделал гавардхан спустился на землю не один со всеми полубогами там где этот сарова гавинда сарова гавинда кунда и что он там где он пуджу кришне совершил он спасил на трон на свой и короновал его признал его царем вселенной место себя там брама пуджу совершал что его пил киртан на барманчике дим дима подпевал и полубоги там присутствовали мальчики пастушки сидели и смотрели что там за дяди пришли 14 головы другой многоглазый другой три глаза что за народ вообще крутят какие-то крутят какие-то штучки и конечно в центре такой гордый стоит в центре такой гордый стоит что случилось и копал делаешь полубоги нужно сворачивать быстро все это друзья пришли ушли даже бросились и при финале не успели забрать и мальчики пришли рассматривать все эти штучки и подражать даже так кришне тоже тут взрослые пришли откуда все какие-то дяди пришли один многоглазый другой третий главный четырех головы то что вы глупости говорите перестаньте на вас они видели и гопи тоже видели птицы слышали когда гопи что-то говорили птицы попугаи подслушивали на замке и разносили все это иногда и даже лесные жители знали на слух о том что происходит в арендовании было очень много информации без сотовых телефонов люди не жили замкнутым что они общались с живыми существами то есть были отношения с полубогами поэтому гопи знали о других планетах но не говоря что эти полубоги приходят в них нет этого это пхавы они смотрят и даже не все понимают по глазам видно хавы они смотрят и даже не все понимают по глазам видно всех смотрят и явно но не соображает ничего вообще видели такой вы раз что-то говорите говорится в глаза и видеть ну зря это все итак полубоги пытались понять философски из позиции творения вселенной и не могли понять что это за игры даже когда еще до связала не так и не поняли как это было возможно для них кришна верховный господь но кто же его свяжет и почему они еще спорили между собой свяжет или не свяжет когда еще заделал попытки и полубоги разделились там на спорах михроскоп произошел духовный кто-то ты ждал должна связать риск или нет как это возможно абсолютно истинно необъятный и так и то есть но не могу прийти к заключению когда что-то связалась таки кришну и мы нечего сказать они стопорсом так вышли это было очень удивительно понимаете по-настоящему связала его еще одного пи сказала дорогие из подруги коровы и те застывают на месте едва заслышав заслышать звуки божественной флейте эти звуки кажется им кажется им потоком нектара и тут же вытягиваются и длинные уши стараясь уловить их у коров уши висят обычно вот так длинные такие уши тут они их вытягиваются так очень смешная картина наверное когда корова так вот ушами ловят эти вот улавливают волны а телята держит во рту соски своих матерей но не могут сосать молоко они стоят охвачены любовью и из глаз их текут слезы сразу видно что в глубине своего сердца они обнимают кришну все это говорит о том что даже коровы и теля они умерли плот поясни такие слезы могут лица только из глаз того кто достиг совершенства в сознании кришны одна юная госпи сказала своей матери матушка чтобы увидеть кришну играющих на флейте птицы уселись на ветвях деревьев и обратились вслух они будто забыли обо всем на свете и не слышать ничего кроме звуков его флейте должно быть это не обычные птицы великие мудрецы и преданные которые появились в лесу вриндавана лишь для того чтобы услышать как кришна играет на флейте эти как все просто сознание кришны вы видите кого вы не увидели в отношении с кришна сразу понятно кто это сразу скажи мне кто твой друг какие у тебя тоже несколько сразу понятно все это эталон это изменитель с ним все сравнивать вот вы видели птицы слушают кришну это не птицы это мудрец прошла жизнь сразу полки велики мудрецы и ученые стремятся овладеть знаниями а суть ведического знания изложена бхагавадгити ведаясь часарвар ахан эвавидья веды следует изучать для того чтобы постичь кришну поведение птиц в лесу вриндавана говорит о том что никогда и были великими учеными знаками вед но услышав божественную плиту кришны они отвергли все отрасли ведического знания божевика ему но услышав усмиряя свои бурные воды она несла в руках цветы лотоса чтобы с любовью отдать их в дар мукунде наступающий жар сеннего солнца порой становится нестерпимым и тогда на небе появлялась появлялась гляда блаков выказывая свою любовь блака вставали над головами кришны баларамы игравших на флейтах и друзей то подружиться с кришной блака она видит для них зонтиками которые защищали их от палящего солнца девушки лесного племени смогли утолить свое страсти натерев лицо и грудь землей вриндавана красноватый от прикосновения лотосный стоп кришны эти девушки были очень страстны и не испытывали облегчение даже когда возлюблены касались их пышной груди водя в лесные заросли они увидели что как краснеет трава в риндавана от кункумы осыпавшийся с лотос на стоп кришны гопи кладут стопы кришна на свою грудь и пудрен кункум в риндавана эта красноватая пудра сыплется на землю когда страстные девушки из лесного племени увидели кришну играющего на флейте они также заметили земле красноватую кункуму и тут же натерли ее ее лицо и грудь так они полностью утолили своего разделения они могли утолить их возлюбленные как касались и груди иначе говоря все наши материальные плотские желания будут немедленно удалить войны если мы обретим сознание кришны одна из гопи стала воспалять холм гвардхан не имеющийся равных благословен холм гвардхан воскликнула она ибо он наслаждается обществом господа кришны баларамы которые часто гуляют на склонах так гвардхан всегда ощущает прикосновение лотос на стоп господа поскольку гвардхан считает что он в долгу перед кришной баларамы он преподносит им свои дары всевозможные плоды коренья и травы а также вкусную кристально чистую воду своих озер и все же самый лучший дар гвардхана это молодая трава для коров и телят гвардхан знает как угодить господу радуя его любимых коров и его дорогих друзей пастушков это гопи говорит об этом теперь она говорит о гвардхане о деревьях говорили о птице говорили об облаках павлинах о девушках местных аланях обо всем и вот теперь гвардхан другая копия сказала кота кришна баларама проходит по лесу в риндавана играя на флейтах они проходят на флейтах и превращая все твои существ движущие неподвижно своих друзей вокруг совершается только чудес стоит кришне баларами заиграть на своих божественных флейтах как все кто способен двигаться забирают а неподвижные существа деревья другие растения начинают трепетать это спорта такова чудодейственная сила звуков которые которые извлекают из своих божественных флейт кришны баларама совсем как обычно пастухи лишь на баларама носили с собой веревки служивший путами когда наступало время доить коров мальчики пастухи сказывали им задние ноги небольшой веревкой которая обычно висела у них на плече такие же веревки носили кришны баларама хотя и кришна и баларама верховная личность бога играли совсем как обычные пастушки и потому все вокруг преображалась становясь чудесным и пленительным когда кришна пас коров лесу вриндавана или на хламе гордхана гопи оставались оставаясь в деревне все время думали о нем и говорили о его играх это идеальный пример того что значит находиться в сознании кришны кавычках находиться в сознании кришны находиться в сознании кришны значит всегда так или иначе быть погруженными в мыслях кришны лучшим примером тому неизменно неизменно служит поведение гопи этому господь читать говорил что никто и никогда не поклонялся верховному господу лучше чем гопи гопи не были дочерьми знатных браманов и ликшатриев они родились семьях ващев и даже не богатых торговцев а простых пастухов они не получили хорошего образования но узнали о многом от браманов знатоков вед единственным желанием гопи было всегда думать о а конечно так в книге бакт виданты кришна верховная личность бога заканчивается глава 21 гопи очарованы звуками флейты далее глава будет более секретная более конфиденциальная только для узкого круга преданных это называется похищение одежд у незамужней гопи в общем тут уже криминал начинается только конфиденциальной обстановке какие будут вопросы по прочитанному сегодня расскажите пожалуйста эти качества глубоко у каждого преданного есть очень хорошее качество это преданность кришне это лучшее качество и всех выделяется самое главное качество если это приобретать культировать под руководством духовного учителя постепенно развиваются все остальные качества и по мере развития этих качеств и сами увидите погружность будет углубляться сама по себе иногда преданную силен вольт и пытается делать трудно но это тоже правильно это противозаконно это нормально но это трудная задача практически непосильно если только на основании волевых усилий это будет непосильно а вот путь развития качеств который основан на преданности кришне вот это реально реально можем обрести что нам пропадал кришна преданное служение дал киртан прасад все это должны стимулировать Success. Развитие наших качеств, служение Кришны. Например, мы знаем, что Кришну невозможно обмануть. Он должен стимулировать развитие наших качеств, служение Кришны. Например, мы знаем, что Кришну невозможно обмануть. Если мы получили Кришну, мы дано соблюдаем все честные. У нас есть склонность где-то обманывать. Вся вся живость вещества к этому склонна. ну а в сознании кришны мы начинаем понимать больше и больше чем больше мы понимаем остановим кришну тем более честными становимся честно означает что я должен быть в сознании кришну вот это моя честная позиция конституциональная позиция что мое правильное место положение честное это служить кришне безраздельно и бескорыстно пока еще что-то о себе думаю для себя еще как-то я вот имею какое-то эго чувство собственности я еще не не так глубоко в сознании лично недостаточно правдив вот преданность кришне она начинает возрождать наши вот качество глубоко правдивость и стату искренность и чистоту только в соотношении с кришна можно понять что такое чистота чистота это прежде всего если говорить о главной форме чистота это чистота наших помыслов вот это за это чисто что мы будем физикой чистоте где-то постирать помыть и чисто также душ принять это очищение нет но вы должны знать другие преды это путь главное чистоте внутренней чистоте вот в этом смысл этих усилий мыть полы и стирать одежду это усилие для того чтобы ум был чистый помысл и вот тогда мы сможем глубоко это качество приобрести знаю по мере очищения вы более уверенно действует создание кришны если вы чистые вы без колебаний это делаете если мы не очень чистый мы чего-то побаиваемся могу ли это делать присутствие разрешено передачи не знаем что делать по мере очищения мы сможем понять как служить даже кришне или председелю кришне и великим душам и так далее это вопрос тоже очищение и то чтобы использовать такой опыт но это некая аналогия который помогает на понять о чем речь идет аналогия как нам иллюстрацию показывают же до выступали вот иллюстрацию как железки допустим можно не видеть было давно но показывает фотографии или рисунок вас криво создают вожделение есть тонкие формы вожделения вот мы по этим тонким формам смотрим как на фотографию что понять оригинал это отражение смотрим что понять оригинал в этом смысле до смотрим что понять оригинал в этом смысле до другом смысле не помогает другом смысле не помогает разделены наоборот препятствует разделены наоборот препятствует как при это кадыши то что мы голодаем просто мы чувствуем голод в круглые сутки вот только так влияет и все вот она благотворное влияние кадыши но если серьезно то пища как раз она осквернена в эти дни зерновые зерновые бобовые вообще атмосфера вся осквернена на самом деле в тени но вся эта плохая карма все это скверно она среда тащится в зерновых если вы едите зерновые вы кадыш и выйти подвержен очень сильному раздражению в этот в эти дни не удовлетворение будете чувствовать плохо себя чувствует мы указывали до однажды такие примеры вот период и кадыши там буквально вот эти три дня какие-то даже попадают ученые подтверждают повышенную солнечную активность и наблюдаем в эти дни всегда много раздражение на дороге в форме аварий столкновение всегда это вот удваивается и утраивается или больше конфликтует как одиннадцатый день после новой полной лунной там есть какие-то еще периоды близких ним тоже поэтому в эти дни если вы не едите зерновые вы будете свободно от раздражения большей степени чем все остальные поэтому никогда не ешьте зерновые бобовые в дни окажешь я хлеб нельзя есть вот лучше полностью пуститься чтобы в этот день сделать и благоприятным чтобы время выделить на духовное развитие читать книги повторять мантру петь кирта обсуждать духовные дела кришна в эти дни это день становится благословенным окажешь он превращается но в такой как бы но праздник духовный вот такие а сам по себе астрологический день неблагоприятный Татьяна Карагина Расскажите пожалуйста где во время Игр Кришны была Супхадри где она была Супхадри, а я не помню я ищу Кадри надо мне вспомнить просто освежить в памяти что-то мы слышали когда давно но мы давно не говорили на эти темы а Супхадри я мало знаю но вот я знаю с того момента где она описывается в книге Кришны опять же когда Кришна увидел ее он был в паломничестве и там он увидел вот в царстве Супхадру она также также она дочь Васудевы насколько помню от другой жены у него было шесть жен может быть или сейчас не помню помню шесть у нее было жен все жены присутствовали на жертвоприношении на Куракшетри когда Васудевы совершала это приношение там кажется насколько помню шесть было жен и вот это одна из жен имела Супхадру это сестра Кришны вот как она провела детство и получила образование но видимо традиционно как в царских домах это положено делать получила все традиционное образование ведическое она слушала браманов она изучала веды таким образом воспевала имена Бога она очень любит Кришну Супхадра она постоянно о Кришне думает это ее брат а Арджуна он друг Кришны представьте себе и конечно они когда увидели друг друга они очень привязались сразу же Супхада только на Арджуну смотрела Арджун только на Супхадру смотрел в общем случилась эта история которая описывается уже в книге Кришны даже конфликт был между Балрамой и Кришной за них и так она стала второй женой Арджун украл ее как шатрий это делает как герой об этом спрашивает кстати Махраджа Парикшит потому что Арджуна его дед ему интересно как это он эту бабушку завоевал как это случилось вообще все эти деяния пандов настолько героические но только славные что Парикшит спросил их об этом Шупхада Багасвами в Шеменбхагава там удержался родственные вот эти чувства мой дед женился на Супхадре с сестре Кришны мой дед женился на Супхадре с сестре Кришны как это случилось он украл сетру Кришну боже мой чудеса и тут Шукадагасвами рассказывают как это было удивительно Друпа была уже женой Арджуны а Арджуна в паломничестве именно с паломничества жену вторую привел в общем история очень странная но это паломничество было духовным и эти отношения были тоже духовным поэтому с этой точки зрения преданности Кришне не было ничего удивительного это как раз было настоящее паломничество а с материальной точки зрения мы не должны ходить в паломничество чтобы там замуж выйти или жениться это уже не паломничество но здесь это трансцендентная лила поэтому она в хорничество паломники рассказывают эти истории в тех местах очищаются когда он привел Супхадру Друпа заревновала она любила всех мужей но на самом деле она была особенно привязана к Арджуне потому что он ее завоевал на своем ладе она ему первое сердце отдала позже, когда ситуация стала меняться она приняла всех пятерых пандов она ему сказала я вижу, ты выполнишь, что удачно завершились у тебя все прекрасно но Аджуна понял, что здесь есть ревность женская к этому отнесся с пониманием это было так же все трансцендентно так же лила это была определенная вот и он сказал ну сама реши тут Друпа не могла поделать сестра Кришны, боже мой Аджуна друг Кришны тут сестра Кришна в общем хорошая команда мы все в сознании Кришны тут какие проблемы Супхадра вошла сияющая цветком тут же коснулось стоп-дроупаде тут за одну секунду все решилось никакого конфликта никакой ревности не было это духовный мир но не подражайте этим отношениям пожалуйста не отчеловечивайте эти отношения это важно сначала достичь этого уровня но тогда вы сможете понять как это вот столько Гопи и один Кришна а как же они между собой это решают с материнатической зрения вообще это невыносимая ситуация ситуация сборки это можно выполнять как свою жизнь Кришна а что сомневается? Татьяна сомневается? никаких сомнений нет ты можешь если ты Кришна был Грумхарас принес на какие качества необходимо медитировать проповеднику ну проповедник наверное бесстрашное главное будет потому что предный боят проповедовать это главное препятствие когда вам нечего терять вы не боитесь ничего а если вы имеете привязанности вы будете бояться говорить об абсолютной истине поэтому Грековском труднее проповедовать из-за привязанности к семье а останется и легче проповедовать что у него нет нет таких он бесстрашен ему помогает саняться от лечения но тем не менее прабада сделал битную вещь странную до него никто этого не сделал он присылал три пары грехаст в лондон и они там имели успех тогда когда них были саньяси и безуспешны вот так было тоже в сознании Кришна мог Грековский тоже проповедовать как-то Индрадимовна с вами в Майяпуре сказал об этом это была в Ясапуджа по-моему да небольшой Ясапуджа была собрались ученики и Индрадимовна с вами услышал киртан и пришел сам без приглашения без ничего ну и незваный гость представители Бога мы все так вот радушно приняли дали ему слово и тогда он сказал я наблюдал за читаничами сможет ли он проповедовать ну находясь в статусе грехасты вообще что обычно это дело совместить всю жизнь проповеди так греха столько еще обязанностей и боже мой не так это возможно так легко это сделать а я удивился что он об этом говорит что он ну тогда мы все проповедовали грехасы не грехасы вообще на это небольшое внимание в те ранние годы все были проповедниками ну вот и он сказал я наблюдал и видел что но проблем нет проблем проповедует пожалуйста грехаска может проповедовать значит это возможно но но бесстрашие не бойтесь говорить правду людям находите мягкие слова находите основания логические аргументы но говорите правду пожалуйста реподводите людей к правде к истине если не предвзятое мнение скажем отношение к правде к истине тогда входите иголкой выходите плугом но правда в конце должна быть правда она перевернет всю жизнь людей это будет настоящая правда если проповедуя в жизни людей ничего не меняется значит мы не проповедую значит мы боимся проповедовать Дома Грахида спрашивает характеристики дорогой Грумхараш примите мои поклоны на какие виды Дорогой Грумхараш вы часто говорите что ваш духовный учитель это самая цельная в вашей жизни как развить такую горячую любовь духовный учитель когда мне кажется этого даже и нет просто я что-то делаю со своей ответственностью в глубине я понимаю что это ответственность и решимость которую я имею это от духовного учителя что-то делаю со своей ответственностью но в глубине я понимаю что это ответственность и решимость которую я имею это от духовного учителя не надо слишком много эмоций горячая любовь подождите 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 сначала нужно понять через ответственность вполне недолго связь духовным учителем не просто эмоционально тогда появится эта глубокая связь потому что например вот ребенок и матери не то что ребенок постоянно в эмоциях комплата мама не она просто и пользуется как хочет а когда вырастут понимает что это жертва-матери это привычная вещь может быть даже духовно жизнь духовно здорово привычно должен быть он все он есть у него опираюсь и милость 1 overs и глаза пути я могу сказать об этом вспомнить об этом освежить это стоит а повседневной жизни я просто снимаю слово помните по этому освежить это все а повседневной жизни просто занимаю служением использовать преданное служение это есть настоящая позиция ученика не только эмоции поэтому все эмоционально русло предное хотят этот чувственно Конечно, это нужно чувствовать тоже. Ну а что? В любой момент можете почувствовать, если хотите. Просто сесть и вспомнить свой духовный учитель и почувствуйте. Но просто иногда нам некогда постоянно вспоминать вот так непосредственно. Мы заняты служением. И вот там гуру присутствует. В нашем исполнении вот миссии, долга, где может быть нет таких эмоций, но там есть что-то более ценное. А эмоции никуда не уйдут. Вам только нужно будет вспомнить гуру, и эмоции придут. Как быть, когда возвращаются привычки? Вы сказали, надо полоть как садовник, но вообще никак не получается. Получение удовлетворения сильнее. Что предпринять? Что предпринять? Ничего, продолжать нужно просто. Не нужно вызывать какую-то службу специальную. Как? Служба спецыня называется. МЧС, так? Не нужно звонить туда. Нужно просто продолжать процесс, все, оттепиливать. Запаситесь терпением. Елена спрашивает. Про репку, сказку тут нужно рассказать. Обязательно. Не получается. Насадил где-то репку, значит. Так. Вот она выросла большая-большая, и проблема. Не получается вытащить ее. Но детки тоже не сразу все получилось. Потому что репку очень большая. У нас тоже цель очень высокая, очень большая. Мы тянем-потянем, вытянуть не можем. Видите? Позвал дед бабку. Помните? Бабка была ответственная, все самое. Неленивая. Она пришла тоже. Детка за репку берет. Бабка за дедку. Вот так есть определенные отношения. Слушайте внимательно. Это отношения. Тоже бесполезные. Бабка и детка не могли вытянуть репку. Но там была еще внучка. Они вспомнили. Сейчас все нужно будет использовать. Все, что у вас есть. Все эти привязаны. Сейчас все будут доставать. Вот не так легко вытянуть репку. Но внучку зовут. Внучка тоже была хорошая, ответственная. Мы ее за преданным служением тянули репку. Тоже безрезультатно. Но там еще жучка. Жучка это хороший персонаж. Очень преданный. Хотя они ничего не понимают толком. Но служить любят. Висеть по возрасту меньше, 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 меньше. Но сначала большие люди. Мы тянем нам. Все остальные. Мы с репкой и деткой. Все. А нет. Зовите кого-то незначительную бабку. Оказывается, тоже нужна бабка, видите. Не только бабка. Внучка, которая еще не выросла толком-то еще. Мало что понимает. Но даже этого мало. Смотрите, жучка безмозглая. Тоже пригодилась. И кошка еще ниже. И даже это не хватило еще мышку. Вот когда мышку пригласили, тогда репкует. Услышали? Нет смысл. То, что вы пытаетесь сразу обрести там премию сразу, то... Погодите. Но нужно понимать иерархию отношений. Нужно занять правильное положение. Нужно учиться сотрудничать. То есть мы учимся многим вещам. Иначе это не будет према. Индивидуализм не присущ премии. Индивидуализм присущ вожделению. Вожделение не присущ премии. Индивидуализм присущ вожделению. При помощи вожделения репку мы не вытащим. Даже хорошо культивированного вожделения. Хорошо одетого стилы на лбу. Нам нужно многому научиться. Особенно сотрудничать. Индивидуализм спрашивает. К какому Ашшему может себя отнести женщина с двумя детьми, но не замужем? И как ей посвятить жизнь Кришне, чтобы выполнять харму? Еще раз. Не замужем? И что? Двое детей, но не замужем. И как ей посвятить жизнь Кришне, чтобы выполнять харму? Чтобы они имели представление о духовной жизни, хорошей, хорошей, через вас. Это ваше главное ответствие. Главное ответствие. А для этого, конечно, вы должны быть сами в сознании Кришны. Хорошая джапа должна быть, книги, общения. Онлайн или как-то еще. То есть в храм приходить. Делайте, что вшись, все будет хорошо. И вырастут, и представьте, это будет замечательно. У вас будут прекрасные дети в сознании Кришны. Наверное, самый ценный дар для матери, если дети выросли в сознании Кришны. Могу позаботиться о вас и духовно, и материально. Субтитры создавал DimaTorzok